Грузия. Самое тихое место в Грузии для отдыха. Я не шучу, это не пустые слова. Ребят, я объездил огромное количество Грузии. Просто огромное. И везде людей очень много. Батуми, другие какие-то места. Везде людей много. Все перечислять не буду, но поверьте мне, людей много. Здесь вот то место, о котором я вам говорю. Поселочек Гонио. 9-15 километров от Батуми. Отдыхают только местные. Хотите верьте, хотите нет. Я серьезно вам говорю, отдыхают только местные. Апартаменты, смотрите какие. И дальше тоже. До 5 километров протяженность полностью. Бетонное покрытие. Ровное, которое убирается. Нету никаких ни мусоров, ничего. Смотрите, все чисто. И такое покрытие идет до 5 километров. Может чуть меньше, чуть-чуть, ненамного. Это первое. Видите, да? Какой промежуток. Вдоль высажены пальмы. Кругом нас окружают горы. Мы находимся в таком маленьком, знаете, в маленькой бухточке. Да, волна есть, не спорю. Но с этого года я вообще прозреваю. Везде поставили вышки. Вот, вышки везде стоят. И, так сказать, местное МЧС. Не знаю, сейчас мы увидим. Вот пошел в красных. Видим, посередине в красных идут два человека. Ходят спасатели по всему берегу. Даже если вы заплываете... А, вот, ребят, если вы заплываете за буй, вот на таком водном мотоцикле вас будут даже спасать. В случае чего. То есть спасатели работают по всему берегу пляжа. Ну и людей, вы сами видите, сколько. Это сезон, это разгар. То есть самое тихое место. Самое меньше людей. И это того стоит. Поэтому, если хотите отдохнуть хорошо, без напряга, с нормальными стоянками, где людей нет, отдыхают только местные, только грузины. Вот сюда. Цены почему-то здесь тоже гораздо ниже, чем во всей Грузии. Ну, мое мнение. Девять. Примерно чуть больше километров от Батуми. Все. Я вам ссылочку в описании оставлю. Если интересно, полностью все распишу. Это не реклама какого-то одного отеля. Здесь я беру за весь берег. Вот весь берег, весь поселок. Мне очень понравилось. Везде, где я был. А я почему-то, знаете, в последнее время люблю именно отдых. Чтобы было поменьше людей. Чтобы не было кипишняка. Вот это то место. Если хотите чуть-чуть дальше, это Гонио. И буквально вот до одного километра, если пройти после окончания бетонного покрытия, буквально вот начинаются уже клубы. Ночные клубы, ночные движуха. Здесь этого нет. Что мне очень нравится. Без ночных движух. И жилье ближе к морю дороже. Первая линия. Если вы не хотите здесь, есть дальше. Дальше подешевле. Уже вторая линия. Ближе в горы. Если вы любите горные, то сейчас, я не знаю, вам видно. Я думаю, видно. Внимательно посмотрите вдаль. То есть есть апартаменты, которые можно снять вообще в горах. Вон их полно. Сейчас я вам все показываю. Специально виды эти все. Есть горные апартаменты. Горный воздух. То есть все это есть. Все зелено. Все классно. Ну вообще просто подняться. Дорога тоже. Кстати, я вот сколько ездил. Дорога здесь не крутая. То есть подняться можно даже без машины. В горы, да. На самый туда вот вверх пик. Можно смело подняться. Все, друзья. Ставим лайки. Подписываемся. Все комментарии, все ссылочки я оставлю ниже. В описании. Если есть вопросы по отдыху в Грузии, тоже смело задавайте. Буду готов вам ответить. Всегда на связи. 24 на 7 всегда на связи. Друзья, я пошел по плаву. Людей нету. Ставим лайки. Подписываемся на наш канал. Вот так вот. Будет много интересного касаемо отдыха, касаемо путешествий. Поэтому подписывайтесь. Пожалуйста. Пожалуйста. А, стоп, стопе. Еще. Практически по всей Грузии надо покупать коралки. Продолжение следует... Продолжение следует...